Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня и греши. У нас есть сайт во свете Библии, библейский, православный сайт. И тут вопросы-ответы. И мы сейчас, они разбиты на 55 папок. Сейчас шестую папку мы проходим в Вера. Вот, ну, открылось. Теперь, ну, сам ответ идет. Ну, заранее приходится приготовить, увеличить, чтобы можно было снимать, перевести в Ворт. И вот мы уже перевели. Дальше идем Вера. Какие примеры? Вопрос 2609. 12-й том, открытым оком. Есть ли разница между Богоявленской водой 18-19 января и Рождественской? 6-го и 7-го января. Богоявленской, Е, ударение. Богоявленской. Ответ. Церковники делают очень большое различие, но не все, а некоторые. Тут и агиасма, действие которой якобы ограничено несколькими часами. И пить ей нужно на натощак. Здесь и видение, и проявление от воды. Лично мое мнение такое, что разницы нет никакой. Та и другая освящена. Всюду присутствует благодать Духа Святого по вере принимающих. В Израиле были разные жертвы за грех, и по обету, и за очищение. Но истина во Христе все соединила в одно и превысила древнее, несравненно, возводит на небо. Нельзя спорить о величии чуда по насыщению хлебами, где больше, на пяти хлебах или на семи. Отсюда сразу же выходим на старообрядческие просфоры, не семи или на пяти служить литургию. Также можно спорить, где вода была более целебная, на источнике в Силуамском или в Вифезде. Везде Бог и Егова, и везде Его одна и та же рука. В малом и в большем, и ничем одно другого не отличается. Вопрос потому и задан, чтобы пропустить меньшее и получить кажущееся большим. 1 Коринфянам 1.12 Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Полосов, я Кифин, а я Христов. 1 Коринфянам 12.6.11 И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Испытанное средство от болезней и даже признанных совсем неизлечимых дарует шевелюру лысым и облезлым. Кажется, и тем, кто пережил кончину. Такого снадобья, конечно, нет в продаже. Их рекламируют бесстыдно фармацевты. Какой-то гадостью глаза тебе замажут, копеечный добавив антисептик. Букеты сельских, городских болячек сумели к нашей хижине пристать. Полста годам ты развалюха, кляча, в обжорство сброшенное с высоты поста. Истратились мы в суе и напрасно. Давление скачет, астма допекает. Опресники забыли, отравлялись квасным. И так не день, не год, а многими веками. И, наконец, при полноте времен, при ощутимой тьме, когда мрак огустел, чужой к Иисусу подведен осленок, и богочеловек на эту тварь воссел. Христош, наш врач, целитель и хирург, подрезывает, кровь пускает к месту. Распонник распят с ним, но оживает вдруг. Три дня неполных, и могилы треснут. Он исцеление душе и телу дарит. И спорить не о чем. Одной молитвой, даром, засохший взойдет, растет, как на опаре. Жизнь возвращает молодым и старым. Испытанный прошедший века, воспринятый живущими доселе, не оскудела у него рука, со дна могилы в царстве поселит. Не верьте знахарям и диким шарлатанам, не смогут удалить последствия греха. День воскресения оправданным настанет, заменятся на новые дырявые меха. 6.02.05. Игнатий Лапкин Вопрос 2610 12-й тома открытым оком В мирное время, как кажется, удобнее спасаться, когда можно свободно ходить в храмы, заниматься словом Божиим усердно. Искренне верующие разве могут ослабеть без гонений на церковь? Ответ Теоретически так, а на практике получается далеко не так. Киприан 17 августа кавычки открыты В сане епископа Киприан обратил свое внимание прежде всего на благоустроение церковное. Следует заметить, что в то время было немало христиан, которые только именовали себя христианами, а в действительности проводили жизнь недостойную истинного христианина. Так как гонения от язычников на христиан прекратились уже давно, и церковь наслаждалась почти сорокалетним миром, то некоторые христиане легкомысленно дозволяли себе отступление от строгих христианских обычаях. Вот как сам Киприан описывает нравственные недостатки его времени. Кавычки открыты. Каждый заботился об умножении собственности. В иереях не было ожидаемого по их обету благочестия. В служителях клириках не было чистой веры, в делах милосердия, в нравах благоустройства. Многие христиане не хранили твердо истин веры христовой и отступали от Христа. Допускались часто безрассудные клятвы, презрение и непослушание предстоятелям, злословие и взаимная вражда. Ефесянам 5.16 Дорожа временем, потому что дни лукавы. Псалом 68.23 Да будет трапеза их сетью им и мирное пидшество их западнею. Нам мира не хватает, тишины, ни пушек зачехленных и ракет. Чуть не по-нашему у нас уже тошнит, душа в окромном плачет уголке. Вполне мне не сказать, что говорил и не понять, что написал экспромтом. Теперь ахальников толпа из сотни рыл, грохочут взрывы с полохи по фронту. И мира нет не где-то, а в душе. Смущение навалилось в час молитвы, развязлась бездна, злобы для ушей, плевки безбожников со всех сторон прилипли. Не отобьюсь, нахально наседают, мир отнимают оптом в одиночку. Не смотрят, что я болен, борода седая, клевещут большей частью скрытно и заочно. О, Господи, твой мир бы сохранить, а пыль солому сам развей сегодня, что возросло, не возвратить в парник, изнеженность погубит принародно. Приемлю, что случилось, не ропщу, мир Божий сохраняю не без пользы. Спокойный лепесткарь один свечук, когда он на виду глаза мозолит. Спокойно я ложусь после пожара, на покрывали след от волчьих лап. Я не один, но с ангелом на пару, не уязвит от дьявола стрела. Мир неземной разлит, благоухает, он в полночь освещает тьму забот, да не смутит души и весть плохая, на слачных пажетях меня Господь пасет. Прощение и спросив, забудь о прошлом и будущем не смей себя томить, да не скребут по сиросу нам заботы кошки, их, как слепых котят, в слезах топить. 27.01.05. Игнатий Лаптин Вопрос 3190.18. Том открытым оком. Отношение к декларации митрополита Сергия ставит почти главной причиной препятствующей полному объединению зарубежной церкви с патриаршей. Нельзя ли подробно разобрать эту декларацию? Хотя, конечно, мы не можем войти в ту атмосферу, когда она писалась. Но что ощущали те, кто были с ней не согласен? Ответ. Эту декларацию уже не по смыслу только, а по буквам разобрали сотни раз. Но я еще ни разу не прочитал нигде о том, чем была вызвана в действительности причина возникновения этой декларации. То есть, что было в глубине ее, что породило ее и почему она так живуча? И почему сегодняшние главари патриархии так вцепились в нее? И можно ли найти больное место этой декларации и возненавидеть ее, как должно ненавидеть грех? Ответ же в том, что если бы в России привезли евангельское христианство, апостольское, тогда бы Библия и проповедь, благовестия о распятом и воскресшем Иисусе стояли бы на первом месте. Но так как жили под кадильным дымом и монашество было оригиналом, тем, чем греки нас наградили, то и было столь тупо и глупо все и полетело вверх тормашками, даже без особых усилий. Если бы противники декларации осознали это и заботились не о мощах, не о патриаршестве, не о храмах и литургии, а о благовестии, как первые христиане, то тогда и сама декларация вообще никакого значения не имела бы, если душа искренне верит в жертву Иисуса, идет по заповедям, дарованным Богом, Творцом и Еговой. То что значит тогда эти старички в клобучках, эти Сергии и Тихоны, Кириллы и другие разные, они были бы просто братья наши и мы молились бы о них и не искали того, о чем нет ни слова в Библии. Декларацию лучше всего разбирали те, кто жил при ее возникновении. Кавычки открыты. 6 августа по старому стилю этого года 1927 В жизни Русской Церкви совершилось большое событие. Заместитель Патриаршего Местоблестителя Митрополит Сергий вместе с так называемым Временным Патриаршим Синодом опубликовал обращение ко всем чадам Русской Церкви. За последние 10 лет не было документа, который бы рассчитал иметь такое значение церковной жизни, на какое претендует сие в кавычках обращение. При первом знакомстве с этим документом возникает мысль сопоставить его с обращениями к народу ныне покойного Патриарха Тихона. Однако эти последние не претендовали на то значение, на которое претендует обращение. Надо сказать, что послания Патриарха, хотя и были обращены к народу, но всегда носили личный характер. В них Святейший говорил о своих ошибках, о своих взглядах, о своих намерениях. Он один нес ответственность за свои слова. Не предполагалось, что кто-нибудь другой будет вынужден этими актами к составлению подобных же актов каким-либо действием. Совсем иначе обстоит дело с декларацией митрополита Сергия. Как видно из нее, она недразрывно связана с так называемой легализацией. Она является только первым актом, сделанным в центре, которым неизбежно должны последовать соответственные действия на местах, во всех уголках русской церкви. Мы надеемся, говорится в декларации, что легализация постепенно распространится и на низшее наше церковное управление, епархиальное, уездное и так далее. Итак, митрополит Сергий начал со своими помощниками это были кавычки закрыты, дело, которое должно вызвать активность всех клеточек церковного организма. Он легализировался, конечно, на условиях издания своей декларации. С роковой необходимостью отсюда следует вывод, все клеточки церковного организма, если только они хотят быть в единстве с центральным органом церковной власти, должны тоже легализироваться и, конечно, на тех же условиях. Значит, своим деянием митрополит Сергий принимает на себя обязательства за всех членов русской церкви. И ставит в нас необходимость не только прослушать его послание, как слушали мы прежде послание патриарха, но он вынуждает нас или решительно встать на тот путь, которым идет он сам, путь легализации и декларации, или же встать на путь разделения с ним, со всеми вытекающими отсюда церковными и политическими последствиями. Вот какую важность, какое значение имеет декларация, когда мы видим перед собой документ, принимающий на себе обязательства за целую организацию. Первый вопрос, возникающий в нашем сознании, это вопрос о том, уполномочены ли нравственно и юридически лица, подписавшие документ, говорить от имени всей организации. При нормальных условиях русскую поместную церковь возглавляет патриарх, однако по смыслу церковных законоположений о патриаршестве, установленных Московским собором 1918 года, и патриарх не является единодержавным правителем церкви и полномочным выразителем ее голоса. Он действует в неразрывном союзе с выборными собором органами, священным синодом и высшим церковным советом. Давай-ка я буду сейчас показывать, люди, чтобы прочитали, потому что очень длинная здесь, хотя-то останавливают и пускай-пускай так и идет. Тормознут и дальше проходят, чтобы только там цифры шли где-то. Я промотаю, материал-то большой и очень важный. Просчитали дальше, опять идите, затормозите и дальше. Материал серьезный. Были епископы в тюрьме, которые не согласны были, и вот они написали. Материал-то Субтитры сделал DimaTorzok И кажется нам, что не мы, а митрополит Сергий, и же с ним пленены страшной мечтой, что можно строить церковь на человекоугодничестве и неправды. Мы же утверждаем, что ложь рождает только ложь, и не может быть она фундаментом церкви. У нас перед глазами позорный путь церкви лукавнующих, обновленчества, и этот же позор постепенного погружения в засасывающее болото все более страшных компромиссов и отступничества. Этот ужас полного нравственного растления неизбежно ждет церковное общество, если оно пойдет по пути, намеченному деяниями Синода. Ну и дальше поясняется, что это такое. Каждое слово тормозите и просчитайте. Потому что, во-первых, человек, который будет слушать, он на несколько дней может разделить этот материал. Ну, это кто писал впереди? Епископ Дамаскин. Дамаскин. Вот, епископ Дамаскин. И далее я даю эпиграф. Деяние 4.29. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое». Деяние 8.4. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово». Филиппийцам 1.14. «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать слово Божие». 2.Тимофея 2.9. «За которые я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз». Лука 21.6. «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». Иоанна 21.22. «Что тебе до того? Ты иди за мною». «Но если бы все взвесить на весах, что слушали от самого рождения, чьи нравились и липли голоса, пусть шепотки на ухо или в пенье, все-все слова, что сотрясали воздух и отложили нечто в нашем сердце, задумываемся все, но будет слишком поздно, из-за чьих источников спешили страстно черпать. А слово, сказанное кем-то, в нас вошло, печатное, эфирное с подсластьем, нас проглотило, словно кашалот, что стоило нам слуху не поддаться. «Тогда бы иноще кустилось, колосилось, иные зерна из других колосьев, ни сорняки их, ни в еду носилось, все анекдоты на иную плоскость, и ахнули бы, видя результат, ненужного, срамного, горы и вересты, а доброго, святого, на пятак, слова несут и славу, и бесчестие». Попробуйте, пусть мысленно, изъять библейские слова и изречения из нашей речи, что огнем грозят, слова евангельские Божьим страхом лечат. «И наша речь страшнее бессловесья, под нимбом фиолетовых потемок, окажется, что нечего и взвесить, настолько наш язык пустой, хотя и емок». «Вначале было слово Божий Сын, речами усладивший и сексотов, его слова влекут нас в святую синь, и слаще меда, и капели сота, и капели сота». «Как коромыслов на молитве мысли, да взвесят речи чьи-то и свои, а беззараженные свыше не прокисли, на них стада придут, и нам их напоить». 19.08.06. «Еще вопрос. Вопрос 3191. Когда при Сталине арестовывали или ссылали архиереев, то писали же им письма их посомы. Говорят, что такие письма и сегодня есть. Можно ли по этим письмам определить духовный уровень тогдашних архиереев, священников и мирян, и чего же они ждали впереди, и понимали ли, за что такая яма уготована была всей русской церкви?» «Ответ. Писем таких, как ни странно, осталось немало, и их публикуют ныне. И по этим письмам абсолютно точно видно, что ни миряне, ни пастыри всех рангов не были возрожденными от слова Божия, хотя и были глубоко верующими по традиции монашеской. Но они не трудились в чисто евангельском духе. Им нужны были соборы. По-прежнему им нужно было единое и абсолютно чистенькое и правдивое руководство в лице митрополитов. А еще бы лучше и святейшего патриарха. Вот что писали священники-миряне Иосифу Петроградскому». «Некоторые из лиц духовных поговаривают о заштате и переходе на светскую службу. Много верующих перестали посещать храмы и ушли к Григорианам, где и сейчас поминают митрополита Петра, не смущаясь известия о смерти его. «Очень прошу вас, владыка, вашего ответа на следующие вопросы. Первое. Как, почему, почему, состоялось бы приглашение на будущий собор и его организация, если бы к тому времени не оказалось ни одного законного преемника по завещанию?» «Второе. Как бы хотелось, хотя бы в общих чертах, ознакомиться с католическим правом передачи преемства, в котором, как я слышал, облегчал митрополита покойный владыка Григорий Яцковский». «Третье. Зафиксирован ли был собором 17-18 года наказ патриарху Тихону о завещании и других предусмотрительных мерах на возможные случаи и не является ли указ ноябрьский 1920 года номер 362 следствием этого?» «Четвертое. Будут ли в общении с митрополитом Сергием восточные патриархи, узнав об узурпации митрополита Сергия, и необходимы ли их санкции вообще? Пятое. Можно ли признать крещение младенцев, совершаемое обновленцами, и допускать ли их при общении?» «И ни слова о проповеди Евангелия, ни у одного и нигде. Сравним с первоапостольским духом арестованного Павла, что он из тюрьмы пишет». Филиппийцам 1.14 «И большая часть братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Деяние 11.19 «Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии, и Кипра, и Антиохии, никому не проповедуя Слово, кроме иудеев». Деяние 17.13 «Но когда фессалоникиские иудеи узнали, что и в Верии проповедовано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ». 2 Тимофея 4.2 «Проповедуй Слово, настой во время и не во время, обречай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Согласно указаниям Павла, «Быть может, почти никого и не следовало канонизировать, поминать, ибо они не за проповедь сидели, и о проповеди не писали из тюрьмы, и не родили о проповеди. В деле проповеди им и подражать не забыло никак». Девесть ответ. «Евреям 13.7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». По пунктам разобрать, каких это наши останки проповедовали вам Слово Божие. Значит, это главный критерий. И взирать на кончину их жизни, какой христианской. «Окно передо мною в мир иной, не тот, что на столе и рядом. Вообрази, что нет его передо мной, когда на кухне дружески присядем. Не специально, просто по привычке. Мы взглядываем в окна, обозревая мир. Метнется взгляд, как будто что-то ищет, и мысленно дополнит даль и ширь. Привычное прозрачное стекло предохраняет нас от непогоды. Пыль не проникнет, держит и тепло, на многое протертое нам годно. Два наших глаза, окна, как и разум. И потом реснички и слеза их очищают от любой заразы, к ним прикоснуться запросто нельзя. Что в будущем о нас и о войне, о том священное писание глаголит. С тревогой заглядываем щель, какая уготована нам доля. И то все зримое расплывчато, неясно, как бы сквозь тусклое в окне стекло, а большим любопытничать напрасно, пока все видимое не уйдет на слом. В конце Великой Библии есть книга, апокалипсис, то есть откровение, предсказывает, что сей мир постигнет, как он ветшает, гибнет и стареет. В окно библейское нам взглядываться стоит. Да не застанет нас беда врасплох. Один восхитится, хотя их будет двое. Беда, кто благовестию оглох. Протрем слезами совести стекло. О том мы спросим Духа Всесвятого. Зашторив окна, совершим поклон. Тайна разумения дается только Богом. 30.07.06. Игнатий Лапкин. Ассанна, Ассанна, гряди во имя Господне. И с яростным хрипом в груди, с огнем преисподней, в сверкающих гнойных глазах, вздувая все жилы на шее, вопя все грознее, колека кидается в прах на колени, пробившись сквозь шумный народ, ощеливший рот, щербатый и в пене, и руки раскинув с мольбой, омщенье, омщенье, о пире кровавом для всех обойденных судьбой. И ты, Всеблагой, в свете тихий вечерний, ты грядешь посреди обманувшейся черни, преклоняя свой горестный взор, ты ступаешь на кротком осляте, в роковые врата, на позор, на пропятие. Иван Бунин. 29.07.22 год. Вот как, оказывается. Поехали. Вопрос 969. Вы это читали, помните? Да. Да, про опаяешься бусин. Ну, значит, это папка попал, получился, это от меня зависело. Я его взял. Вот этот вот, значит, да, я его выкидываю. Да, да, да. Дальше следующий. И, может быть, я его не перекинул туда. Вопрос 2410, том открытым боком. Кому на Руси жить хорошо? Ответ. Христианам везде хорошо, потому что, Псалом 23.1, Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущие на ней. Филиппийцам 4.13 Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Если сравнить нашу жизнь с жизнью богатых и славных, то мы и в тюрьме находясь более счастливы, чем наши мучители. Деяние 26.2 Царя Гриппа Почитает себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи. 1 Тимофея 6.6 Великое приобретение быть благочестивым и довольным. И если бы Некрасов был по-настоящему евангельский христианин, то он бы вывел не революционера, а христианина самым счастливым, кому всегда хорошо. 1 Солонякийцам 5.18 За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Пояс, кушак или крепкий ремень. И место какое в моем гардеробе? Русский, рубашку на выпуск надень. Пояс всегда был на русском народе. Поясом названа целая нация. Святостью, близостью к Богу гордились. С детства впитали заморские пакости. Сбросили пояс, как шкуру рептилии. Пояс имели пророки, апостолы, а ангелов грудь опоясанной видели. Иноземная мода появится после. Пояс с оружием виден на кителе. Что же вы, рьяно, воюете против? В брюку рубашку заправил, как немец. Кожаные на Иоане пророки. Умные такие подражать не поленятся. Смотрим, любуясь, фольклорный ансамбль. Пояса сверху у косовороток. Что же толпой распоясанной стали? Души смутьянов и в теле некротко. Истину пояс собой знаменует. Стань, припаявшись чесла ума. Чесла ума. Чесла ума. Пояс спасительный, чтоб не тонул я. Стянутый страсти меридиана. Пояс из золота зрел Иоанн. На Иисусе, сидящем на троне. Что ж распоясанным ходишь во храм? Пример за примером за совесть не тронет. И дьявол взрывчатку вдов опоясал. С Кораном выходят на подиум смерти. Лентой охвачен положенный в ясли. Винные бочки все в той же манере. И чтоб вы не думали мы сохранить. Чтоб пачки на вихре не смели развеять. Деревца нежное не искривить. С поясом жить. Это много правее. Восьмой, десятый, четвертый. Игнатия Лапкина. Еще. Тридцать и одна минута. Она villa.